Все, мы едем в Неаполь по автобану, в Визуи и Вон. Вот номер в Неаполе, это самый дешевый номер, который получился. Уже тут чуть-чуть шмотки мы положили, кондер есть. Тут нам переночевать одну ночь, сейчас передохнем полчаса, поедем сдавать машину. Я еще не знаю, что это будет, заставят мыть или нет, а потом кушать неаполитанскую пиццу. Отель называется какой-то М, а как он называется? Миллениум Болт Хотел какой-то, сразу возле аэропорта. Мы нашу красотку везем отдавать хозяину. Было четверть бака, отдаем чуть больше половины бака. Мы проехали 1182 километра. В общем, в чем прикол, сдали машину вообще без проблем. Чувак обошел машину, посмотрел, он даже не заметил, что зеркало было поцарапано. Я сам его не видел, чтобы оно было поцарапано. Может, пока на парковке стояло, кто-то поцарапал. Так как мы, когда брали машину, было 25% дизеля, а вернули чуть больше половины. Они хотели вернуть только 5 евро. Я начал поднимать вопрос. А на станции, когда я сказал, что только четверть бензина, она написала 3 восьмых вместо 2 восьмых. Хорошо, что было сделано фото на тот момент, сколько было бензина, когда мы взяли машину. И они еще 10 евро потом вернули. В итоге 15 евро на пиццу заработал. Так что этот момент очень хорошо учтите. Машину вернули немытую. Мы сейчас в номер возвращаться не будем. Сразу идем в пиццерию кушать неаполитанскую пиццу. Это уже не Аполь. Он грязный. Он уже не такой, как Венеция и Рим. Это уже все настоящие нетуристические улицы. Только что проходили такие вот книгерские кварталы, где нет вообще туристов. Вы бы отпустили вечером поздно свою девушку или жену домой возвращаться здесь одну? А тут уже вообще никого нету. Полиция только стоит и все. Очень грязный. И остался от него только кроссовок. И через 20 метров еще один кроссовок. Вышли уже на какую-то улицу более-менее нормальную. Это не Аполь. Тут есть супермаркет. Нормальный, большой такой супермаркет. Хороший. В котором можно купить все. Да с какими он работает, я не знаю. Евро 50, 2.50. Черри. В общем, что-то ни о чем. А тут 50 центов арбуз стоит. Ну, вообще, вы сами все видите. Я так рад, что меня что-то перемкнуло. И я решил не ехать в Неаполь в центр на машине, а сдать ее. А потом пешком сюда прийти и на такси обратно. Потому что тут все машины покоцанные. Тут ездят все как в Индии, как хотят. Тут все машины битые, все. Я вам рекомендую не переться сюда на машине. Если вам удосужится приехать на собственном автомобиле в Неаполь, ну, будьте готовы, что придется его очинить, когда вернетесь. А если вы возьмете его в аренду, чтобы свою не царапать, то, наверное, дешевле будет свою поцарапать, чем заплатить потом при возвращении машины по их ценам за этот ремонт. И машинки все в основном простенькие здесь. Ну, кроме Рено Дастера. Вполне нормально, что вы можете увидеть, что тут растут деревья с апельсинами, с лимонами. Даже кустарники с помидорами в ресторанах растут. Обратите внимание на подростков и после подросткового возраста люди, которые тут ходят. Они стрёмные все. А это мы находимся как раз над подземной парковкой. Если вам вдруг взбредет в голову приехать сюда на машине, ставьте ее на подземный паркинг куда-то. Желательно с краю, возле стенки. Мы наконец-то зашли в пиццерию Пилона. Вот так вот она выглядит. Тут кондерик есть. Классно. Сейчас поедим пиццу с пивом. После такого стресса сегодняшнего, выпить пиво, это просто расслабление. Перони это их лучшее итальянское пиво. Если будете пить в Италии, покупайте перони, оно тут везде есть. Показали пиццу от шефа. Тут есть грибы, паршюта, сыр, понятное дело, моцарелла, руккола есть. А, нет, шпинат. Шпинат, да. Бортики не тонкие. Сейчас я вам все расскажу. Очень вкусная пицца здесь. Мне нравится. Ее надо двумя руками, горячая. Сейчас мы эту пиццу доедим, а потом пойдем в еще одно заведение, которое называется «Ешь, молиться, любить». Попробуем там пиццу. Как? Оно не называется, это фильм называется «Ешь, молиться, любить». А пицца называется по-другому. Кто там ел пиццу? Главная героиня из «Ешь, молиться, любить» фильма. А, кто это? Ой, это Джулия Робертс. А потом мы пойдем в другую пиццерию. Там, где в фильме «Ешь, молиться, любить», главная героиня Джулия Робертс ела пиццу. Пойдем туда. Кушать. Там закажем настоящую неаполитанскую пиццу. Там чувак заказал эту пиццу себе. Снял галстук, чтобы пролазила пицца через пищевод. А чувствую, что когда половину съесть, придется брюки расстегнуть, потому что будет жесть. Мы тут на двоих были голодными. Одну пиццу не можем осерить, а он один. Одно пиво и три бутылки пива. И сервис 15%. Да, сервис 15% вышло 2650 евро. Вот это нормальный счет, я считаю. Также вы можете при выходе из этой пиццерии купить такие штучки. Пиццерия называется... Читаем. Вот здесь. Для ориентира вам даю съемки. Это нормально у них, посмотрите. У них... Ну это просто капец. У них все запарковано. Какой тут для пешеходов пешеходный переход. Вот, забудьте. Вот, вот так вот. Все, как-нибудь. Вот такое хаотичное движение. У нас бы уже, не знаю, плевали бы, наверное. На перекрестках вообще знака, что это пешеходный переход, нету. То есть, это означает, что это твои проблемы. Переходи как хочешь. А, потому что барьки едят. И все. Вот так вот здесь. Вот так вот все. Вот так вот вас собьют тут. И не спросят, как зовут. Это их центральная плаца. Вон Луна и Везувий. Но тут есть везде охрана, полиция, военизированная полиция. Вот, как люди живут. Уже становится стрёмно. Я сдалека еще, когда увидел по этой очереди, я понял, что, чтобы попасть в эту пиццарию, надо выстоять в очереди. Вот на такой вот она находится локации. Это она. Окей, супер. Тут все по номерам. Нам дали номер 66 и позовут, когда подойдет наша очередь. Потому что людей очень много. Наконец-то нам принесли маргариту. Она аж недопеченная, что ли. Томаты плавают. Короче, вот это нашумевшая пицца в этом заведении. Сказать вам, что это вкусная пицца, зря потраченное время. Начинка, да, вкусная. Свежие помидоры. Начинка мне понравилась. Разве что можно покушать, если вы очень голодные. В общем, чуть больше часа мы простояли в очереди, чтобы съесть эту пиццу. Ну, а что вы хотели? Зато тут все бесплатно. Вы стоите в очереди. И эта пицца с пивом вам бесплатно дается. Потому что тут была Джулия Робертс. Когда снималась в фильме. Поэтому и такая очередь. Пицца. Если бы я был очень сильно голодный. Может быть бы зашло. Но я просто уже до этого поел пиццы. Начинка мне понравилась. Но если так объективнее посмотреть. Блин, ну тупо зря потраченное время. Ну, тут уже сами решайте. На шару и сыр. Мы едем на такси. Сейчас узнаем, сколько стоит такси. Потому что пешком идти час почти. Сейчас поедем на Рено Дастере. Да шучу я! 10 евро обошлось это все. Я этот чек даже себе сохраню. Одна пицца и два пива обошлось 10 евро. За 18 евро мы решили вопрос часа ходьбы. Едем сейчас в наш отель. Фиксированная цена. Едем на Рено Дастер. Только здесь он называется Дача Дастер. Дача Дастер. Дача Дастер. В Украине Рено Дастер. В Украине? Рено Дастер. Да, это Рено Дастер. Доброе утро. У нас сегодня уже восьмой день. Ровно половина отдыха. И мы переходим из активной части отдыха к пассивной. То есть будем дюленить. Сейчас мы идем в аэропорт от нашего отеля Миллениум. Идти до аэропорта 11 минут пешком. Он тут совсем рядом, за этим забором аж. И летим на Сицилию. В город Палермо. А оттуда вот какой-то железной дорогой. Будем добираться до нашего отеля на берегу моря. Будем купаться, питаться в местных каких-то... Короче, это как если вы смотрели мое видео про Испанию. Правда, оно еще в монтаже. Будет после Италии. Но вы подписывайтесь и все увидите. Это будет примерно то же самое. Только дороже. Мы полетели. Продолжение следует...